МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предъявите документы. В ЭКО мужчина полжизни прожил без удостоверения личности. Трагедия в Костанайской области. Там утонули две девушки 16 и 18 лет. Они отдыхали на природе вместе с родителями, сообщили в ДЧС. Семья расположилась рядом с рекой Аят. В какой-то момент две девушки исчезли. Родные вызвали спасателей. Через несколько часов были найдены тела погибших. В частном доме в Шемкенте обустроили нарколабораторию. При обыске полицейские изъяли оборудование для изготовления синтетики. Две тонны прекурсоров и свыше 11 килограммов мифедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу. С начала года сотрудниками полиции Шемкента из незаконного оборота изъято более 35 килограммов наркотиков, 20 из которых синтетического происхождения. 18 свертков с синтетикой обнаружили полицейские у жителя Караганды. 39-летнего мужчину задержали по подозрению в хранении сильно действующих наркотиков в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Двое из каменногорцев расклеивали по городу объявления с рекламой наркотиков. Одному из них 18 лет, второму 21 год. Молодые люди хотели подзаработать и нашли подходящий вариант. В одном из мессенджеров расклеиваешь листовки, за каждую получаешь 300 тенге. На картинке завлекающая информация о продаже гаджетов. Если перейти по QR-коду, то попадаешь в онлайн-магазин наркотиков. Двухлетнего мальчика спасли патрульные Шемкента. Они проезжали мимо, когда увидели, что ребенок на остановке бился в судорогах. Испуганная мама не знала, что делать. Полицейские поспешили на помощь. Они быстро перевернули его на бок и оказали первую помощь. Через некоторое время припадки у мальчика прекратились. После этого малыша и маму за несколько минут доставили в больницу. Мужчину зажало в кабине автомобиля. Авария произошла в Алматинской области. Из салона 33-летнего мужчину вытаскивали спасатели с помощью гидравлических инструментов. Не мог остановиться после очередной квартирной кражи вора задержали в октябре. На этот раз он вынес из чужого дома 245 тысяч тенге и наручные часы. Еще раньше он обокрал квартиру, расположенную на центральном проспекте города. На всю операцию у него шло около 10 минут. Быстро подобрал ключ, забрал золотые изделия и ушел. При задержании полицейские обнаружили у него отмычки для вскрытия дверей. Более 30 лет без документов прожил восточно-казахстанец. Полицейские помогли 56-летнему жителю Тарбакатайского района воссоздать свои данные и получить удостоверение личности. В процессе они выяснили, что у него имело свидетельство о рождении. Мужчина рано потерял обоих родителей и им некому было заняться. А потом он, как рассказывает, на это не хватало времени. Теперь он может полноценно получать социальные и медицинские услуги, зарегистрироваться в пенсионном фонде. Полиция Алматы призывает водителей мопедов и мотоциклов не нарушать правила тишины. От громкого рева этих транспортных стресс больше всего по ночам страдают жители массива, чьи дома расположены неподалеку от магистрали. В мегаполисе предупреждают, что нельзя использовать громкие глушители на своем транспорте. Турист забрался на самую высокую гору Бурабая. Также ловко спуститься вниз у него уже не получилось. На помощь к нему прибыли спасатели. Оказалось, что на вершину горы Кукшетал взобрался житель Караганды. Операция по его спасению длилась около двух часов. МЧС призывает казахстанцев быть осторожными и не покорять такие вершины в одиночку. Трансформатор загорелся на металлургическом заводе Тараза. Работу пожарных усложняли 60 тонн масла, которые находились в его емкости. Несмотря на трудности, они не дали огню перейти на соседние трансформаторы и здания завода. Главное, на месте происшествия нет пострадавших. Причины пожара выясняют. Котята застряли в стене одной из многоэтажек Усть-Каменогорска. Их крик о помощи разносился на весь подъезд, отметили спасатели, которые вызволяли пушистиков из плена. Чтобы помочь животным, им пришлось разобрать часть стены, где они застряли. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания.